от камушков отбились как мне пройти и чё по карте тут там трофей тут я помню интересное место нормально я двигаюсь может там какой-то золотом и просто красно доска объявлений с противоположной стороны рахтя по мостовой катилась груженая сеном телега с дороги крикнул граф холдуэлл поднимаясь на стременах дорогу королеве крестьяне послушно съехали на заросшую крапивы обочину проезжая мимо повозки мэва заглянула внутрь и замерла на сене лежал тяжело раненый мужчина у него был жар от его ноги обмотанный тряпками разил их гнилью боги кто это с ним сделал спросила мэва бандиты нет госпожа ответил возница чудовище там вон на востоке под задаром старое хранилище есть от эльфов еще осталось продолжал крестьянин ярополк там селки ставил вчера весь окровавленный воротился говорил что какая-то баба с длинными волосами из могилы встала на косогор его везем к добрым сестричкам милители может посоветует чего наверняка сказала королева хотя по виду израненного крестьянина понимала что тот скончается еще до того как наступит ночь доброго пути королева свистнула и ее кобыла пошла шагом послать за ведьмаком ваше величество спросил колдуэл один такой выродок в раз бы чудище убил пока не поймаем бандитов я никому не позволю отделяться от кортежа ответила мэва того кто ослушается схватят но если дорога приведет нас в окрестности задара может я сама этим займусь ваше величество мы только что сражались чудовищами едва остались живы тут серебро нужно магические формулы или дюжина арбалетчиков ответила спокойно королева и немного мужества в путь колдуэл все обучение закончилось теперь я могу рассчитывать только сам на себя и итак здесь есть быстрый переход по косту мне нужно аж вот сюда но катали на мара я могу и сюда как бы могу и сюда головоломка и тут поле не паханая принципе и я схожу сюда хочу нет шара что можно с петухом можно его съесть и что за там это задар и едете милый городок только люди поганые до задара едете милый городок только люди пока люди поганые да мы знаем бывает такое когда отряд оказался недалеко от задара королева скомандовала привал и послала нескольких солдат в городок пополнить запасы те вернулись раньше чем она ожидала на взмыленных конях и с пустыми мешками ваше величество местные жители восстали против эльфов и краснолюдов согдали их на рынок убивают королева хорошо знала что без ее помощи улицы города обогрятся кровью нелюдей знала она также что ее отряд невелик и ему будет трудно утихомирить разъяренную толпу обойти задар или встать на защиту нелюдей кушу встать какие будут приказания этот вопрос рейнарда прервал тишину а какие могут быть приказания ответила вопросом королева и погнала коня в сторону города солдаты отправились вслед за ней спеша со всех ног когда они миновали городские ворота и увидели лежащие в канаве тела мэва поняла что прибыла слишком поздно чтобы предотвратить трагедию разъярённая толпа была пьяна от крови надо было укротить их но не словом а силу голова-ламк особая премия кола короткий бой и заданная колода увы это был не первый погром который видела и лирия и не последний хотя войны между людьми и старшими расами закончились десятки лет назад эльфов и краснолюдов все еще встречали с глубокой неприязнью которая любая сплетни обращала в ненависть и тогда пошли в ход виллы и цепы а мостовые обогрелись кровью короче как обычно расизм расизм по ведьмачи делайте силу этого отряда равное количество отрядов с бешеной черни в этом ряду начале каждого ходу делайте силу этого отряда равной количеству отрядов с бешеной черни в этом ряду сколько ненависти мы должны остановить а но у них все время будет 6 и чем больше я поубиваю тем меньше у них будет силы нет ли у тебя чего позвать а то я голодный что твой волк по идее мне сейчас надо уже пив устраивать до ты нет в следующем ходу будет разыгран рейнард он добавляет один заряд отрядом с активной способностью приказ не буду пока стрелять так а теперь я помню вот эти перемещаются в другой отряд и у них завещание вот я перево перевожу их их способности активировались так этим я делаю пил ставлю рейнарда мы должны дыраться самую гущу вот нанесите всем отрядом в ряду противника урон равны значению брони этого отряда затем удалите всю броню добавляйте по одной единице броней каждый раз когда в этом ряду появляется карта то есть я убирал эти карты из ряда теперь вернул в них поставил рейнарда и тем самым возвращая этих двух и поставив рейнарда я получил три брони и теперь могу стрелять иди брюки не защитите бегите убивают спасайся кто может счастью мы во владела положением без больших потерь позже рейнард выяснил что все началось когда одного из местных дворян обокрали подозрение пала на работавших у него нелюдей беспорядки быстро охватили город но это не все госпожа рейнард указал на пожилого мужчину который прятал лицо в ладонях свидетели утверждают что в краже виноваты кобели из спалой какое бы недоразумение не явилось причиной несчастья развязавшие бойню должны были понести наказание вопрос заключался лишь в том насколько суровый покрыть вина бесспорно сказала королева обращаясь к зачинщикам резни вы поверили слухам и пошли на жестокий самосуд вы не избежите кары вас ждут порка вера и темница но жизнь я вам сохраню сегодня и так уже пролилось много крови жители задара вздохнули с облегчением но не люди пережившие резню были возмущены мягким приговором вскоре после этого оказалось что многие служивших в лирийском войске эльфов и краснолюдов незаметно дезертировали видно посчитали что не стоит рисковать собственные шеи и ради королевы которые столь низко ценит их жизнь неприятный исход конечно неприятно я постарался помягче быть не совались бы к нам всем было бы лучше не совались бы к нам хранил маша толковая открылась попросите вот эти следую тут у корот тут корона у кого-то так вот здесь пещерка госпожа по словам местных в этой пещере спрятано сокровище мы можем послать солдат проверить слухи но нужно понимать что вернуть оттуда могут не все минус 2 идем крут денег подняли солдат потеряли но нормальный размен я думаю я с удовольствием сходил по пещерам погулять так кладбище кладбище баба кладбищенская кушает полутать проходи 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 вот эту бабу я ждал в в дбд когда был анонс потому что оказалось что точно так же как это баба кряхтит какого витек мелкий этот пиздюк лирийцы вошли на кладбище ветер качал высокую траву в которой стрекотали кузнечики и скрошившиеся надгробия поросли мхом только следы крови на стене мавзолея указывали на то что нечто потревожило покой мертвых и охотиться на живых от речи слезы с глаз и скорбь уймите мэва услышала мрачный напев от которого волосы на ее голове встали дыбом и к свету вечному во тьму могил сойдите между могилами появилась покрытая лишаями бестия напоминавшие старую сгорбленную женщину покуда не открыла утыканной зубами пасти к оружию не ну люди которые это озвучивали они они гении чем же собственно было бестия которую мы его встретила на кладбище жители задароси селение неподалеку называли ее плакать щицей они верили что это была женщина эльфийка которая сошла с ума после того как убили ее детей время от времени она возвращалась к их могилам зажечь свечку положить цветы и принести человеческую кровь в качестве жертвы головоломка особое правило короткий бой заданная колода то есть это загадка головоломка убейте кладбищенскую бабу у нее неуязвимость в начале каждого второго хода уничтожайте слабейший отряд или отряды гнилец размещение создайте изначальную копию этого отряда завещание нанесите по 4 единицы урона всем отрядам в этом ряду то есть гнилец это тот самый который взрывается ведьмаки он взрывается и наносит урон своим же прямой урон по кладбищенской бабе я не могу дать в нее неуязвимость мне нужно убить ее биф гнильцов гнилец будет наносить по 4 единицы урона всем отрядам в ряду то есть 4 на 4 16 мне нужно убить 4 гнильцов но для того чтобы убить их мне нужно что сделать мне нужно как минимум убить двое то есть нанести по 8 единиц урона нет даже не 8 а всего лишь 12 то есть 8 я наношу одному он взрывается наносит 7-4 и потом 4 урона добиваю второго умирают все если у них нету каких-то карт в руках сыграйте копию обоих смежных отрядов из вашей колоды усилите этот отряд на 5 единиц нанесите отряду урон равный числу карт в этом ряду включая эту карту то есть арбалетчики оставляются на потом в начале каждого второго хода уничтожайте слабейший отряд или отряды она не должна уничтожить мои то есть как вариант она должна убивать свои отряды усилить этот ответ на 5 единиц усилить этот ответ на 5 единиц верность а у меня нету способности попробуем надо было слух мою бабу за раз укажите мне цель она убьет моего христианина а через два хода еще раз убьет в эту жатву вместо жита черных косить будет а сейчас не убьет арбалетчик по вашему приказанию прибыл она убьет своего же логично же не указано своих или чужих она убивает она убила своего все получили урон то есть я выставляю эту карту и он разыгрывает справа или слева ой те которые находятся справа и слева от него то есть смежные доспехи их не спасут здесь будет 5 урона не 4 все так простейшая загадка что что это было прохлепела королева глядя как чудовище извивается в агонии не знаю ваше величество ответил рейнард но ради безопасности я велел бы это тело изрубить на куски и сжечь иначе кто знает вдруг оно оживет так и сделай мэва откинула волосы с потного лба только поскорее чтобы мы ушли отсюда до сумерек лирийцы вскоре продолжили прерванный путь на пути от кладбища им все еще слышалась мрачная песнь а может это был всего лишь ветер шумящий среди надгробий мэва боевой молот эта карта добавлена кое смотрят ее можно понятно мэва нашла новую пушку за вы southeast а я понял низко мэва это Это кусочек карты. Кусочек карты, которые можно собрать. Больше тут ходить некуда, да? Других выходов из кладбища нету. Нету? Или меня пытаются обмануть и там есть какие-то секретики? Не, она не обходит тут ничего. Так, с кладбищем разобрались. Это про него мне говорил тот мужик? Где-то он его тут был. По идее, если я сюда не смогу попасть, то по этой дороге я все выполнил. Лупи, лупи, лупи их. Так, а как туда на низ попасть? Я хочу туда на низ. А как пройти туда? Старая кладбища. Никакой дороги нету? Да хер с ним. Не, ну определенно точно туда можно попасть. Вопрос как? Лупи, 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 лупи. В общем-то меня уже ничего в задаре не держит. Закрою мастерскую и пойду с вами. Прикольно. Так, а как туда пройти? Секретики. Что за нахер? Так, кто там? Утопцы. Потом к ним подойду. Я все-таки хочу... Вот, вот проход. Все, я нашел. Сейчас я тут все обладаю. Еще, может, какой секрет найду? Так, надо не забыть, что где-то около водопада... А ты что? Ваше Величество, в деревне остановился бродячий торговец. Он приглашает его взглянуть на товары и обещает низкие цены. Покупать я не буду, но охотно что-нибудь продам. Минус 100 дерева и плюс 375 золота. Неплохо. Почему бы и нет? Золота у меня предостаточно. Поторгуемся. Плюс 200 древесины, минус 250 золота. А, ну то есть это... Единая такая акция. А можно мне сначала... А чего мне может не хватать? А я вот так пускай будет. Буду думать, что мне нужно золото, но я думаю, дальше я не пройду. Золото, это, наверное, на постройку всяких улучшений в лагере. Оно мне надо. Возьми, возьми дерево. Не хочешь. А дальше пройти как? Вот опять. Там же дерево. Мне все время кажется, что карту надо открывать через большую эту кнопку на геймпаде. По идее, туда еще можно попасть отсюда. Так, ну по идее, мне еще сюда надо забежать. Ну и тут с утопцами разобраться, а потом уже переходить эту реку. Как она называется? Яруга? И где у нее здесь водопад? Где водопад? Не похоже, что у нее где-то здесь есть водопады. А где-то у водопада должно быть... Сокровище спрятано. Интересно. Интересно. Ладно, главное не забыть. Встречу водопад, покопать там сокровище. Так, а как сюда пройти? Утопцы. И загадка. Погнали. Моего стояла на берегу Борсучьего ручья. Это рычушка пользовалась дурной славой. Борсучьего ручья? Здесь часто переворачивались рыбацкие лодки. В течение вызвало у прачек из рук белье. Чего? В течение вырывало у прачек из рук белье, а иногда уносило игравших на берегу детей. Местные давно подозревали, что в бурных водах живет какая-то злобная нечисть. Убейте всех утопцев, не дайте никому из союзников погибнуть. У вас всего одна... Совет, всего одна единица урона, четное число станет нечетным. Это подсказка. К загадке. Ну, давайте. Короткий бой. В начале каждого хода для всего этого отряда четное значение силы. Меняйте ряды местами и наносите по 2 единицы урона всем отрядам в противоположном ряду. А я что имею? Шпион, сдерживание, размещение. Сделайте силу каждого отряда в этом ряду, равной среднему значению силы всех отрядов. Затем уничтожьте этот отряд. Не понимать. Сложные описания. Хотите подвести ниц урона всем отрядам в противоположном ряду? Четное значение силы. Четное. Укажите мне цель. Допустим, я пальнуюсь. Не знаю, зачем. Но попробуем так. Ага. Херню я какую-то смолую, если честно. Но... Ел твоя. Чет, она сложно. Ладно, окей. Что вот эта херня делает? А-а-а. Ну, допустим. Что? Понятно, зря ходил. Иногда так повезет, что уже пешком пройтись. А эти тоже внешние. Мне нельзя потереть ни одного. Но это все равно и загадка. Короче. Все же вне чемпиона, не все же выбрать как цель. Активируется, когда карта играет. Типа боевых клич. Этого я не могу. Его убьют. Я могу только этого. Разыграть. Ну, давай его сюда. Укажите мне цель. Херни его сюда, допустим. Алиси, я теперь это поставлю сюда. Что за эффект будет? Трешки. Получились трешки. То есть сейчас они не будут наносить урона. А теперь вот я смогу разыграть этого товарища. Больно. Теперь разыграть этих товарищей. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Пафается этот. Зараза. Зараза. Шибка какая-то. Ни хрена не дадут. Мне не хватает. А, того одна единица. Он сейчас сходить не будет. Так ведь? Мне останется только забрать арбалету. Ну, где мой арбалет? Вперед. Стреляй. Аху. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Загадку решила. Пусть сердца. Руба. Руба. Опять сносим шкуру стерут, чтобы добить в королеве золото. Назериканские шелка. Как бы не так. Смажиром бараньей шкуры. Да заверни в них все, что только есть ценного в хате. Утром пойдем в поле и схороним промеж слопов. Творщики выйдут. Не в салон. Смажиром. А, ну, даже карту нарисовали. Окей. Окей. Они уже все откидывались. А я украду их тенежки. Вот копаю. Где-то я тут поля видел. Вот тут я поля видел. Те мои тенежки. Копать. Махахаха. Е-е-е. Бо-о-о. Им они все равно уже не нужны. Так. Сюда мне нужен какой-то ключ. Хе. Окей. И вышла ты нахер. Я бог. Я скилл. Отец. Битва. Ну ладно. Милители нас всех хранит. Потому и нам о ней забывать не стоит. Да-да-да-да-да. Все это мы проходили. Все это мы знаем. Сюда пройдешь. Мимо дверей. Не проходит. Там какой-то дракон. Виверна. Ля какая. Злыдня. В святилище Милителя били колокола. Их было слышно уже от главного тракта. Мэва взглянула на Рейнарда. Сегодня какой-то праздник? Нет. Обычный день, госпожа. Королева нахмурила брови и крепко сжала в кулаках поводья. Значит, бьют в набат. За мной! Стекло разбитых витражей искрилось в траве. Повсюду летали перья из распоротых перин. Жрицы собрались на дворе. Они перевязывали пилигримов и ставили на место опрокинутые статуи, лишившиеся рук и голов. Что тут стряслось? На нас напали кобели и спалы. Сказала настоятельница. Похитили подношения. Дыра носятся, святые книги. Госпожа, заклинаю вас, помогите. Верните наше добро. Лазутчики Мэвы без труда обнаружили следы бандитов, ведущие в густые заросли орешника к северо-востоку от святилища. Там было легко спрятаться или поставить ловушку. Теперь все ясно. Это бандиты подрыли стены. Ах, близятся тяжкие времена. Добрая мать нас об этом предупреждала. Следы повозок. Кобели явно где-то поблизости. Точно Виверна. А что, кобели все полутали? А мне, Аяшу, я тоже кушать хочу. Как они могли разрушить статую Доброй Матери? Интересно, а я смогу получить тот кусочек карты, если выберу какой-то другой путь? Я не хочу заводить деньги жрицам. Я пожалею об этом, наверное. Мне придется игру заново проходить. У меня тут кусок карты предложат. Я того, это, религию их. Ой, да пройду я еще раз потом. А мне тут еще предлагают, он, кстати, выбор. Как они могли разрушить статую Доброй Матери? Как им кверху? Хрена, оттуда пройти или я? Дверьки закрыли, да? Смотрите, сколько у вас там лута. Пропустите. Надо вернуться по-другому пути, посмотреть, может, что есть. О-о-о-о, они все собрали. Они мне немножко оставили. Я доволен, я доволен. А тут что? Вообще, где я нахожусь? Здесь к закатке иду. Опять на какое-то кладбище, походу. И тут трофей. О! Я нашел водопад. Копаться. Денежки. Много денежков. Лут. Ага. Так, ну это я возвращаюсь на ту часть. Хер с ним. Пойду в загадку с нечистью решу. Больше тут лута нет. Что там у нас? Ты кто? Что ты такое? Гнилец. Ослабьте силу всех врагов до одной единицы. Такая у меня стоит задача. Ослабьте силу всех врагов до одной единицы. И как я ее ослаблю. Есть чутила. Есть военная повозка. У меня-то уж нету сил. Окей. Нанесите отряду урон равный числу карт в этом ряду. Включаю эту карту. То есть 4. Так. Сделаем так. Кто посмел? В смысле? А-а-а. Заново. Я думал он вытянет. И я не знал как он правильно работает. Но начнем. Все так же с этого. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Значит так, сыграем. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Это будет 6 единиц урона. Устраивает ли меня 6? Нет. Мне надо 7. Ладно, обойдусь пока шестеркой. Достаточно одной стрелы. Бил. Потом где-то одну единичку надо будет найти. Я уже знаю, где. А здесь тут на 7 единиц будет урон. Укажите мне цель. Бил. Следующий ход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Арбалечи, по вашему приказанию, привод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 шесть. Ты должен встать рядом с этим. Доспехи их не спасут. Пил. Мне нужно еще 7 урона. Я выставлю одну вот эту. И арбалетчика. Здесь у меня 6-7 карт. Убираю эту. Остается 6. Выставляю арбалет. Нет, выставляю граф Коул Дуэл. Он будет 7. А потом арбалетчик будет как 8 урон. Надо еще убирать. Так, вот теперь я выставляю конец хода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой выстрел. Простейший. Отец. Для меня нет ничего невозможного. Я здесь. Отец. А. Красавец. Склеп. Госпожа, чудовище разрушило один из склепов. Среди костей блестит золото, которое могло бы наполнить армейские сундуки. Но если мы решимся потревожить покой мертвых... Саму рвать гробницу. Хуй с ней. Я не алчный. Кто тут лут хотел... Лут хотел от меня спрятать. Я все найду. Карта. Сюда пройти можно как-то? Наверное, нельзя. Или можно? Можно. А вот тут точно какой-то секретик должен быть. Очень неприметный проход. О, сундук. А нашел сундук. Отец. А. Ля какой. Ля какой молодец. И больше тут нихрена нету. Ну-ка, лагерь. Мастерская. Я как бы могу тут что-то улучшить, но пока не было ничего улучшать. А тут есть че? А, у меня, по-моему, ничего нового так и не появилось здесь. Новых диалогов тут нету. Серый гонец. Час 38 минут. Выполнено задание 2. Решено головоломок 3. Выиграно обычных битв. И найдено золотых сундуков. На текущей карте. 4 из 10. Ёп, твоя. Ваше величество, вы вернулись живой. Услышаны наши молитвы. Да ладно. Жить на своей заботе всегда гаевать. Хе-хе-бой. Так. Вот я возвращаюсь на эту дорогу. Лутая какой-то трупик. И ключик. Какой-то трупик и какой-то ключик. Вы понимаете, к чему это? Лагерь кабанов. Понятно. Но я хочу сначала квиверни. Неспроста же я ключик достал. Это не тот ключ. Открыли хату. Подонок. Брейсы. Какого хрена. Ладно. А что мне там хотят показать? Что мне здесь хотят показать? А, у меня способность новая. Полуторный меч и боевой молот. Переместите карту из вашей колоды наверх. И укрепите ее на 3 зеницы. Затем активируйте способность. Верность во всех дружественных отрядов. Ну такое. Не, ну может оно что-то под какой-то. Под какой-то билд. Под какой-то калф-дро. Оно бы и зашло. Но пускай будет у меня так. Не хуже. С молотком ходить. Так, тут какое-то сохранение. А я немножко хочу в сторону. Чуть-чуть. А, во. Вот куда ключ нужен был. Все, я только ради этого здесь. А туда подняться никак нельзя, да? Скорее всего, да. Хотя что-то нарисован. А, не, не, не. Это уж точно край карты. Туда не. Значит, кабаны. Лагерь кабанов. Порешаем их. Ой-ё. Интересное место. Так, время я куда запись активировал. Наверное, здесь пока все. Л scriptures записал. Бериole. Ну ты. Сколько заזה yük μας,